И начинаем с большого события в отечественной военной авиации. В Казани сегодня представили модернизированный бомбардировщик Ту-22М3М. От прежнего дальнего ракетоносца, который стоит на вооружении уже почти 40 лет, фактически остался только корпус. Вся начинка, система управления, связи и наведения принципиально новые. Это позволило существенно расширить боевые возможности грозы авианосцев. В этом убедился наш корреспондент Станислав Назаров. После глубокой модернизации Ту-22М3М, это абсолютно другой самолет с новейшими системами радиоэлектронного управления, а также ударными комплексами, в ближайшие годы в Казанском авиационном заводе планируют произвести еще 30 таких сверхзвуковых самолетов. От прежнего бомбардировщика, по сути, остались только внешний вид и название. Вся электроника, навигационное оборудование, комплексы защиты на самолете принципиально новые. По тем имеющимся на сегодняшний день характеристикам, эта машина превышает Ту-22М3 почти в два раза по своим возможностям. Поэтому надеемся, что это все реализуется и мы эту замечательную машину получим. Ту-22М3 на вооружении почти 40 лет сверхзвуковой. Бомбардировщик прекрасно себя зарекомендовал в решении боевых задач, в том числе на территории Сирии. Но вопрос о продлении сроков службы, а главное, принципиальном переоснащении самолетов, ставился уже не один год. Гарантия того, что это предприятие имеет заказы и огромные слова благодарности руководству страны. Завод прошел тоже глубокую модернизацию и он способен строить любые типы самолета. Новый ракетоносец предназначен в том числе для подавления боевых корабельных групп вероятного противника. Оборудован дополнительными комплексами, делающими его практически невидимым. И так называемой стеклянной кабиной, унифицированной с бомбардировщиком Ту-160М2, цифровой панелью управления. На Казанском авиазаводе, где уже возобновили серийное производство тяжелых стратегических ракетоносцев, Ту-160 теперь будут выполнять еще один государственный заказ на производство 30 глубоко модернизированных Ту-22М3М. Прорыв. Действительно прорыв. Я горжусь, что я здесь работаю. Горжусь своим цехом и заводом. Первый обновленный ракетоносец в ближайшие месяцы будет проходить наземные и летные испытания. Станислав Назаров, Алексей Урозакин, Наркозипов, Вести, Казань.